Всем привет, там у меня сегодня очередной влог. Я бы это видео назвала небольшая прогулка по Сеулу и очередной прием у стоматолога. И так как моя стоматология находится на Ганнуме, там есть магазины с одеждой, я хочу зайти в пару магазинчиков. Сегодня хочу попасть в Зару, так как там начались скидки и мне приглянулось пару вещичек. Всю дорогу на телефоне у меня был навигатор, поэтому я ничего не могла заснять. И сейчас я уже подъезжаю к стоматологии и решила немного вам показать Сеулу. Красивое небо сегодня, чистое. Это улица, я хочу немного погулять. Здесь магазины с одеждой, с косметикой. Я уже подъехала к стоматологии, вот она, в здании дырочка, вот там находится моя стоматология на четвертом этаже. Сколько я сюда ездила, здесь постоянно идет какая-то стройка, что-то делают, что-то переделывают. Вот, сейчас я восхожу в стоматологию, а после уже пойду в эту сторону обратно и засниму вам улицу. Ну и вот, наконец-то я приехала в стоматологию, немного опоздала, в принципе, как обычно. Сеульские пробки – это что-то. Стараюсь выходить из дома пораньше, но каждый раз, хоть мне немного, но опаздываю. Ну и так как я опоздала, меня немного передвинули, поэтому придется немного подождать своей очереди. Для меня прием у стоматолога – это что-то очень привычное, так как я сюда езжу уже четвертый год. Первые полгода, садясь в кресло, я каждый раз спрашивала, какую процедуру мне буду делать на этот раз. Но потом уже привыкла и просто сажусь и ничего не спрашиваю. Как говорится, уже ничего не страшно. В этот раз мне стянули все появившиеся у меня щели и сказали, что, возможно, в следующий раз уже можно будет снять брекеты. Но это под вопросом. Поэтому после стоматолога я пошла снимать стресс-шоппингом. На улице сегодня очень холодно. Помимо того, что температура минусовая, так еще и дует очень холодный ветер. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, наконец-то я дошла до магазина Zara. Я предполагала, что из-за скидок здесь будет много людей сегодня. И да, людей здесь сегодня много. Просто огромное количество вещей со скидкой. Очень много базовых оттенков. Я ищу что-то очень яркое, цветное. И яркие пятна меня сегодня прям притягивают. Розовые штанишки мне понравились. Оттенок очень понравился. Но мне не понравилась скань, так как она будет выделять все недостатки фигуры. В этом году хочется чего-то яркого. Не знаю почему. Кстати, в магазине очень много розового. Он, если честно, уже немного приелся. Мне очень нравится яркий оранжевый цвет. Но, к сожалению, моему цветотипу он не подходит. Сегодня у меня ограниченное время, поэтому я не могу внимательно смотреть вещи. А хорошую вещь на скидке нужно прям искать между вещей. Но если я не выйду из Сиола до 5 часов, то я попаду в жуткую пробку, из которой буду выбираться 2 часа. Много интересной модной обуви. Но, к сожалению, обувь Zara мне не подходит. Сколько вот брала, не носила. Возможно, потому что я брала обувь на каблуке, и она мне просто не подходит. Хотя в магазине мерила и вроде норм. В этом году в Zara есть вещи со стразами. Я люблю все сверкающее, блестящее. Но чаще всего меня сдерживает муж от таких покупок. Конечно же, в Zara, как обычно, есть вот такие необычные вещи. Мне нравятся такие вещи, но я не умею их сочетать правильно. Но очень люблю наблюдать за теми, кто умеет это делать. На это платье смотрю давно, оно мне нравится. Длина у него, кажется, миди. Но не знаю, куда я его буду носить. Куплю, и оно опять будет просто висеть и ждать своего часа. А этот час неизвестно, когда настанет. Я очень люблю платья и длинные, и короткие. Но, к сожалению, сейчас им нет места в моей жизни. Я просто не знаю, куда их носить. Из-за того, что у нас сейчас есть свое заведение, мы не можем никуда ходить по выходным. Так как все мероприятия проводятся в основном в выходные дни. А мы в эти дни работаем. Поэтому платья у меня просто висят в шкафу. Кстати, к этому синему жакету я присматриваюсь тоже уже давно. Но вот не знаю, еще не притумала, куда же я его буду носить. На первом вроде все посмотрела, решила подняться на второй этаж. Здесь есть уголок с косметикой. Кстати, косметику из Zara я еще не покупала. Но слышала, что она неплохая. Такое ощущение, что на втором этаже людей еще больше. Вообще, вчера в приложении Zara я смотрела юбка шорты с запахом спереди. Но мне показалось, что она очень короткая. И хочу посмотреть ее в магазине, примерить и определиться с размером. В Zara есть даже уги, оказывается. Кстати, они очень актуальны в этом году. Особенно много на улицах можно увидеть тапочки с мехом, как домашние. И, конечно, проходя мимо боковым зрением, я не могла не увидеть эти люверсы, эти стразы. Качество материала здесь такое среднее. Хотела я это пальто примерить, но моего размера нет. Так как я ношу L из-за роста, из-за длины рукава. Поэтому не судьба. Увидела я яркие пятна. И опять-таки, это оттенки розового. Кстати, вот этот красный свитер, платье-свитер неплохой. Косухи от Zara тоже на скидках, как обычно, которые они выпускают каждый год. Кстати, в этом году очень много вот таких изделий из искусственного меха. У меня тоже такая же черная курточка есть. Здесь у нас что-то необычное. Если честно, и на ощупь не очень приятная ткань. Кстати, посмотрите, какие розовые, красивые, симпатичные туфельки для невысоких девочек. Так, тут у нас пиджачки, кожаный плащ. И, кстати, он неплохой. Он мне понравился, но, опять-таки, не знаю, куда я его буду носить и с чем. Жилетка по тканью с дубленками. У меня, кстати, есть такая куртка полноценная. Я ее ношу уже третий год. Мне надо хорошо подумать, нужен мне этот плащ или нет. Рубашка из хлопка. Кстати, я к ней тоже присматривалась и выбирала между Zara или Mango. Все-таки купила в Mango. Но так как многие вещи вышли в категорию скидки, я заказала себе синюю льняную рубашку. Я летом всегда ношу какую-нибудь накидку или рубашку, потому что у меня аллергия на солнце. И поэтому я много покупаю рубашек разных. И вот эта розовая мне тоже понравилась. с какой-нибудь белой маечкой. Но, к сожалению, нет моего размера. Наподобие этой черной у меня уже есть одна рубашка. Она прикрывает попу. Я ношу ее с леггинсами. Тоже очень нравится. И, кстати, когда я ее надеваю, мне всегда говорят, что я выгляжу очень нарядно. Здесь тоже что-то необычное на рубашке нашито. Обуви тоже очень много, особенно ботинок и сапог. Надеялась, что на этой вешалке я найду ту самую юбку шорта, которую я искала. Но нет, здесь совсем другие юбочки представлены. Они, конечно, тоже неплохие, но очень короткие, и очень короткие. Я высокая, и на мне это будет смотреться очень вульгарно. Эти шорты мне тоже нравятся, но они тоже очень короткие. Буду искать дальше. Кстати, вот эта юбочка очень прикольная. Но, опять-таки, нужно ее как-то вписать в гардероб, чтобы ее купить. И здесь тоже. И здесь тоже нет то, что я искала. Но здесь много есть чего другого. Кожаные также есть шорты, юбки. Кстати, вот эти шорты с ремешком зарубускают каждый год. У них очень удачная модель, но мне не нравится ткань. Не очень она у них какая-то хорошая. Но зато здесь есть складки, которые прикрывают небольшой животик. Жалею я о том, что в прошлом году Зару выпускала льняные жакеты. Они были такие классные, но почему-то я его не купила. Он был розового цвета, и больше я их в Заре не видела. Если такой, но мне этот не нравится, сколько смотрела розовые жакеты в Заре, все не то. Все-таки нужно было брать тот. Почему-то именно где висят джинсы на скидках я не люблю лазить, потому что ну просто тяжело найти свой размер, и у меня от этого поднимаются нервы. Но опять-таки смотрите, стразы, стразы, стразы. Посмотрите, эта юбка похожа на юбку, которая у меня есть от H&M. Тоже прикольная. Здесь вроде все посмотрела, пойду выше в детский отдел. Как я и думала, здесь меньше всего народу. Посмотрите, людей практически нет. Классная жилетка. Такая же расцветка, как и мой кардиган. Но, к сожалению, дети не будут носить эту жилетку с рубашкой, потому что они терпеть не могут рубашки. А так я бы с удовольствием взяла эту жилетку. А это мой любимый принт на футболках, кофточках. Если я вижу что-то на детей с этим принтом, то обязательно его беру. Хотела взять кофточку племянницы, но на нее нет размера, к сожалению. Мне нравится гулять в отделе для девочек. Это тоже здесь все такое блестящее. В отделе для мальчиков все такое скучное. Здесь парфюм для детей, но мои дети уже берут себе парфюм во взрослом отделе, в мужском. Здесь все посмотрела на третьем этаже. Пойду на минус первый этаж, в мужской отдел. Посмотрим, что там интересного. То, что я себе посмотрела онлайн, я не нашла в магазине, поэтому буду дальше делать шопинг онлайн. А вот в мужской отдел. Здесь, кстати, у людей поменьше, чем в женском, но тоже немало. Вообще, в мужском отделе я люблю гулять больше, чем в женском, потому что здесь больше интересных вещей, мне кажется. Так, вижу здесь тоже что-то яркое, посмотрите. Яркие оттенки, все такое вот цветное. Я, кстати, пару раз чуть не купила куртки в мужском отделе, они тоже были такие цветные, с росписями, но все-таки кроя курток он мужской, сидят они на мне не очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в 3 части. Чтобы он был удлиненный, взять такой побольше размер, но ничего интересного мне не встретилось. Этот тоже необычный, но я хочу не белый, потому что у меня очень много белых вещей. Яркий бомбер для молодых парней, прикольный. Здесь снова что-то розовое, но не то. Эта рубашка мне понравилась. Думал взять не мужу, а себе. Ну, накидывать летом на что-то, потому что, как я уже сказала, у меня любя на солнце, я всегда покупаю себе верх летом. Эта рубашка тоже понравилась, но для мужа. Решила выбрать парфюм для младшего сына. Ну что ж, купила совсем немного вещей. В отдельном видео я сниму и покажу все, что я купила на скидке в магазине Zara. А сейчас мне нужно бежать домой, для того, чтобы не попасть в пробку. Все эти люди стоят в очереди, ждут автобус. У каждого автобуса своя очередь. Никто не толкается, все спокойно стоят и ждут. А здесь продают одежду для собак. Посмотрите, чего здесь только нет. Субтитры делал DimaTorzok Очень холодно, у меня просто уже стал телефон гнать от этого. Холодно, резко батарейка стала светиться. Конечно, если вы езжаете с Сеулой вечером, то сто процентов попадете в пробку. Слева от меня, вот этой вот голубой полоской, разделена полоса для автобусов. Это автобусная полоса. Сюда заезжать нельзя. Заедете, автобусники так будут вам сигналить. О, просто лучше сюда не вставать. Я надеюсь, мой влог вам понравился. Ставьте лайки и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры делал DimaTorzok